Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У меня здесь мой латте сейчас вывалится просто. Просто так красиво смотрится. Я решила наложить побольше. Сейчас боюсь, что начнет стекать. В общем, сегодня у нас с вами офигенно вкусные пельмешечки. Также я открыла мамины заготовки на зиму, потому что я на милей. Дело в том, что у меня истекла карточка. И я совсем забыла про это. Пошла менять карточку на новую. А как вы знаете, у меня дома налички вообще нету ни копейки. От слова совсем. И все деньги я держу на одной карте. А все остальное, все лишнее я отправляю в депозит. Как это вкусно, девочки! Мороженое, кстати, домашнего производства. Мы его делали сами. Рецепт обязательно будет внизу. Переходите, готовьте тоже мороженое. Очень легко и просто. В общем, вчера не был мукбанк по той же причине. Не то, что я прям бомжую. У меня есть депозит. Просто если я его вытащу, я потеряю проценты. И так получилось, что я обнаружила, что карточка у меня просроченная 1 числа. То есть 1 сентября у меня закончился срок использования карты. И 2-го пятница, потом суббота-воскресенье. Суббота-воскресенье у нас не рабочие дни. А карточка готовится в течение 3-х рабочих дней. То есть карта у меня будет готова завтра утром. А эти несколько дней я прям не знала, что выкладывать, что делать. В холодильнике нашла пельмешечки. Пока мама уехала в деревню, открыла консервированные помидоры. Я их просто обожаю. Особенно домашние. Домашние получаются невероятно вкусные без этого уксуса. Просто мама мне говорила, что их оставляем на зиму. Не трогай. Но я надеюсь, что мама не считала банки. И до ее прихода я одно обязательно закончу. Помою банку и положу на место. Никто ничего не спалит. Папа с мамой приехали на 2 дня буквально. И опять уехали в деревню. Потому что каждый четверг и пятницу нужно поминать бабушку. приходят соседи уже не так, как в первые дни. Например, в первые дни приходит очень много людей. Там 50 человек и так далее. Уже в следующий Джумя, как это называется. Мне, кстати, в комментариях писали, что я говорю неправильно. Что приходят только в четверг. Но это в городе у нас. А вот в деревне в каждой деревне свои традиции. И в нашей деревне в четверг приходят женщины. В пятницу приходят мужчины. Такое разделение очень неудобно на самом деле. Ну что поделать. Такие следицы. В общем, до 40 дней. Каждую неделю в четверг и пятницу ты должен встречать гостей. Ну, на поминки. Естественно, накрыть на стол. Это делается для упокоения души. Я знаю, что многие уже не делают каждую неделю до 40 дней. Это слишком как бы сложно получается. Моя бабушка еще при жизни очень хотела что по старым традициям ее упоминали каждую неделю. Приходят там те, которые в могилу. Просто соседи, которые недалеко живут, на ужин приходят. Молла, по-моему, приходит. И, в общем, до 40 дней проводятся эти мероприятия. На 40 дней я обязательно поеду. Возможно, вас тоже возьму с собой. Если вам интересно, пишите в комментариях. Покажу вам все, как готовится, что. Уже после 40 дней уже как бы год поминают. Какой вкусный кофе. Просто получается нечто. Еще мороженое вкусное. Очень шоколадное я сделала. Добавила Несквик. Пока у меня нету денег. Я, естественно, питаюсь. Но я питаюсь как-то очень бедно. Если я буду так снимать для вас мукбанки, боюсь, что в комментариях все начнут писать ужас, какой стол. Совсем уже. Но реально сейчас все упирается. Финансы я, конечно, могу попросить у кого-то в долг. Но я очень не люблю ни у кого брать. Очень. Хотя сама даю. Мне, например, подружка хотела телефон взять в кредит. Я ей говорю, что кредит это переплата. Ты переплачиваешь просто до хрена. Если ты захочешь купить, например, телефон наличным, есть другие места, где реально очень дешево айфона. Но просто там надо обязательно заплатить наличкой. Вот такой момент. Я подруге говорю, давай, я за тебя отдам. А ты потом потихоньку будешь мне отдавать. Подружка согласилась. Мы так и сделали. То есть я доверяю человеку. Я знаю, что он мне 100% отдаст. Просто я не хочу, чтобы она переплачивала. Но сама просить у кого-то, честно, мне так неудобно, мне так всегда стыдно. Я вообще такой человек, я всегда рассчитываю свой бюджет. То есть у меня не бывает такого, что в конце месяца я осталась без копейки денег. просто я там пробила все чеки. Когда ты что-то покупаешь в Типермаркете, там внизу есть НДС, и ты можешь вернуть 18% налога. Вот. И эти чеки я всегда хранила. Я взяла позавчера. Все эти чеки обналичила. Пошла, купила себе продукты. Это для меня тоже такой квест выжить. Поэтому, если еще один день не будет выходить ему в банки, не волнуйтесь, все в порядке. Просто тяжелые жизненные обстоятельства. Майонеза как-то много добавила, хотя майонез очень вкусный. наше местное производство майонеза мне вообще не нравится. Невкусно. Оливочки. Пока я здесь все раскладывала, Твикс таки караулил меня, чтобы украсть пару оливок. смотрю блогеров. Все уже такие окутывшиеся. Шарфы. Осенние куртки. У нас, слава богу, такого нет. У нас на улице просто жара. 35 градусов. Можно ходить в шортах, в сланцах и так далее. У нас зима такая основательная. Начинается с середины, наверное, октября. Я в инстаграме, когда раньше очень много историй снимала, все удивлялись, что в октябре я хожу с открытой обувью. Ну, если честно, мне уже хочется осень, мне хочется дожди. Я сейчас все скучала по лету, а сейчас мне наоборот. Мне прям надоело лето. Помидорки, конечно, очень вкусные. Мне вот всегда было интересно, почему вот эти компании, которые производят помидоры, там, огурчики, добавляются только уксуса. Почему нельзя сделать так же, как домашняя? Вот можно всем нравиться, когда так много уксуса. Мороженое супер. реально сама сделала и получилось так офигенно. Мой экономный мукбанг закончился на этом. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. А с вами была Айка. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok